Безопасность превыше всего, считают сотрудники госавтоинспекции. А потому некоторые нерегулируемые пешеходные переходы в скором времени будут закрыты. Речь идет о тех местах, где есть дублирующие зебры, как, например, на улице генерала Хребникова. Здесь два пешеходных перехода находятся в нескольких шагах друг от друга. ГИБДД не планирует оставить город без пешеходных переходов. Ежедневно сотрудники госавтоинспекции ведут мониторинг пешеходных переходов, аварийности на данных пешеходных переходах с целью их оптимизации. И в настоящее время у нас есть список из 20 пешеходных переходов, которые мы планируем ликвидировать. Прежде чем принять решение убрать зебру, сотрудники ГИБДД тщательно изучают интенсивность пешеходного потока. Задеб с таким предложением обращаются в мэрию. Комиссия по безопасности дорожного движения выносит вердикт – перенести переход или ликвидировать. Нерегулируемую зебру на улице Носова неподалеку от пересечения с улицы Свободы перенесут к светофорному объекту. Слишком часто здесь происходят наезды на пешеходов. ДТП последнее с пешеходом здесь произошло в марте этого года. В результате наезда пострадала 4-летняя девочка. Поэтому госавтоинспекция вышла с предложением в администрацию города Иваново о переводе данного пешеходного нерегулируемого перехода в разряд регулируемого. Чтобы зебры на оживленных улицах города стали заметнее, по инициативе госавтоинспекции над проезжей частью устанавливают дополнительные знаки пешеходный переход. Первой ласточкой стала зебра углавка. Подобные знаки установят на проспекте Ленина. Кроме того, разметку пешеходный переход у ивановских школ планируют сделать цветной. Возможно, ярко-желтые зебры появятся на улицах уже этим летом. Любовь Почерникова, Андрей Семолков, РТВ Иваново.